МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть о чем поговорить, и буду вас знакомить с его творчеством. Значит, привет, Андрей. Ну, мне очень приятно. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нечасто рассказываю о каких-то своих биографических, а тем более творческих моментах. Чаще всего это в песнях выражается, и лучше всего люди это понимают. Да, и, конечно, я рад нашей встрече сегодняшней. Хорошо, но ты уже подчеркнул, что песни автобиографичны в основном. Хорошо. Ну, правильно я понял? Выражается в песнях? Само собой, это отражается в твоем творчестве, безусловно, потому что если ты хочешь по-настоящему задеть чувства, добраться до слушателей своим творчеством, то ты можешь это сделать только в одном единственном случае, если ты это пропустил через себя, через свои собственные переживания какие-то. А в жизни у каждого человека найдется не одна эта страничка, где приходилось человеку, может, страдать от несчастной любви и от каких-то трагедий жизненных. И все это отражается потом в творчестве, это наполняет его как раз чувством настоящим. Хорошо, мы потом к этому подойдем более плотно. Сейчас просто я у тебя хотел, знаешь, о чем поспрашивать? Автор-исполнитель родился в Братске, Иркутской области. Ну, то есть, севера, опять же. У меня много северов ребят было. А вот, значит, жил в Геленджике. Да. Подожди, значит, лауреат многих фестивалей, и у тебя, значит, в Геленджике целый какой-то период жизни прошел. Ты там что-то много, чего-то в чем участвовал. Вот про этот период расскажи. В 2015 году я приехал в Геленджик. Вот. И для меня, значит, такие переезды, да, и географические, я имею в виду, они, как правило, связаны с промыслом Божьим напрямую. Потому что уже давно я убедился в том, что если я чего-то очень хочу, но в канцелярии там считают, что тебе этого не надо, то ты можешь разбить себе лоб, и там ты не будешь. Ты будешь всегда там, где должен быть. Там знают. Поэтому Геленджик для меня была, это, короче, новая форма, так сказать, моего воплощения, что ли, да, этапа жизненного очередного, в котором мне надо было получить определенные эмоции для пережить какие-то чувства. Ну, Геленджик и юг вообще, это же удивительное место. Это и природа, и море, и атмосфера, которая, значит, там, это отдыхающие, это санатории, это чайки, это красивые люди, которых очень много. И это, конечно, наполняет человека, когда ты особенно там живешь и видишь еще перемену, я имею в виду, время года, как меняется, значит, природа, как и шторма, и стихии, вот эти все ураганы. Там Геленджик же это такое место, там, Норд-Осты очень сильные бывают такие, что просто машины страз сдувают. Ну, и Сочи, и вообще весь этот регион, море. Вот, поэтому это наполняет человека, вот. И я когда туда приехал, я только был, можно сказать, в начале своего пути творческого. И, конечно, мне хотелось не то, чтобы даже себя реализовать, я не понимал до конца, значит, вот этот зов внутренний, но мне хотелось убедиться, я уже писал давно к этому времени, и уже даже были первые какие-то песни, написанные, значит, в 95-м году первые я песни написал свои, вот. Но жизнь потом с творчеством развела, и многие годы я вообще, ну, то есть к этому, как бы, ну, писал у меня, писалось давно, но оно все на бумаге у меня. И в 15-м году я приехал в Геленджик, и первая песня, которую я в студии, это была первая студия, в которой я пришел, это Соколов Олег, мой хороший друг, и аранжировщик, хороший звукорежиссер, который все работы, какие на сегодняшний день у меня есть, это его руки, это его душа, это его музыкальный, так сказать, опыт. То есть он мне помогал созревать в своем творчестве, развиваться. И первая песня, которую я написал в Геленджике, она так и называется «Геленджик». Мы ее потом с Дмитрием Четверговым, он сделал инструменталку всю, собрал ее, вот мы ее в Геленджике, значит, свели, и я ее сейчас пою, эту песню, она у меня есть, правда, мы ничего не снимали на нее. Ну, вот первая песня, это первая песня, которую ты сделал как бы на студии, вот уже... В Геленджике, да. Профессионально. Да, да, это Геленджик. Ну, первая песня, а вот до первой песни у тебя... Вообще, давай мы... Я знаешь, что хотел спросить? У тебя там был период в местах лишения свободы сколько лет? Мы не будем обсуждать за что, почему? Я просто как страница биографии я хотел узнать. Ну, это период... Ну, если это не один раз... Андрей, давай мы так, мы сейчас послушаем песню, а потом продолжим, хорошо? Да, конечно. Вот, мы сейчас давай Рождество, про Рождествующий, кстати, потом расскажешь про песню, если как мы с тобой говорили, а потом уже мы повернемся к тому, о чем я у тебя спрашивал. Хорошо. Андрей Курил, Рождество. Смотрим, слушаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Построждественский уходит, Натянул декабрь лук. Звезды в небе хороводят, Начиная новый круг. Серебром снежок искрится, За окном мороз трещит. Из трубой лук. Из трубы ты мог струиться, На столе свеча горит. Бом-бом-бом-бом-бом-бом! Бом-бим-бом! Звезды в небе ночном. Бом-бом-бом, Колокольчиков звон! Бом-бим-бом! Дверь звучит торжество Бом-бом-бом Рождество в каждый дом Благодатью мира бласка Вихрем кружится метель На оленях мчится сказка Красок ярких карусель По земле шагают святки Перезвонов чистых трен Песнопения и калятки Все в огнях сияет тень Бом-бом-бом Слезам небеса Бом-бом-бом Колокольчик отцов Бом-бом Дверь звучит торжество Бом-бом-бом Рождество в каждый дом Не стыдь веселья чарку Пусть любовь войдет в наш дом Всем добра, свершений ярких Счастья, мира, здрастество Бом-бом-бом 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 Бом-бом-бом-бом НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Значит, Рождество. Что об этой песне ты хотел сказать? Ну, это особенная песня, вот, замысел этой песни в самом начале, когда еще ее не было, когда я только подумал, что такая песня должна, значит, быть, да, что появилось желание именно эту тему, ну, рождественскую, описать. Я стал думать о тех песнях, которые уже можно услышать про Рождество. Чаще всего это религиозного такого, значит, уклона песни, да, которые поются в духовных учреждениях образовательных, в храмах, значит, где-то, вот. Но мне хотелось не углубляться в религию, да, вот, в догматику. Мне хотелось сделать эту песню для всех, вот, чтобы она смогла прозвучать совершенно, короче, для всех. И поэтому я стал ее делать светской. И если говорить о таком жанре, да, то это, наверное, эстрада. Ну, то есть она в этом случае достигала максимального результата, да. Я написал ее в семнадцатом году, эту песню, и первый раз спел в Донецке, в детской травматологии, прямо на Рождество, семнадцатый год. Дети там тяжелые были после миновзрывных, и кто-то там вышел, значит, в холл кто смог, там нянечки, сестры там, деток повыносили, вот. Я им там попел песню, вот, рождественскую в том числе. И тогда я понял глубину этой песни, вот, ну, насколько она была содержательная, да, и насколько она была для всех реально, что и дети, да. Мы же, ну, любой автор, мне кажется, когда пишет песню, он всегда думает про тех, кто будет ее слушать, то есть про аудиторию, да. И всегда это имеет какой-то возрастной, значит, горизонт. Ну, рамочки какие-то. Да, да, да. И когда вдруг ты осознаешь, что тебе удался изначальный замысел для всех, то есть самый детский и взрослый, и те, кто верят в Бога, и те, кто в него не верят, и те, кто осознают вообще, да, нашу какую-то культуру, а у нас все-таки мы православные, и у нас рождественские святки, ну, какие-то образы, они из детства, хотя и мы жили, наше детство не было религиозным, я имею в виду советское, да, тогда с этим боролись до определенного времени. Вот. Но в результате я повез эту песню на фестиваль. Этот фестиваль проходил здесь, в Москве, в Староданиловском монастыре, в резиденции Патриарха. И фестиваль патриотической, духовно-патриотической песни Александра Невского, вот так, Александр Невский, вот так назывался фестиваль. Там Жанна Бечевская в жюри была, Татьяна Дмитриевна Крашилина, это доцент из Гнесиных по вокалу. Вот. И это был мой первый выход на сцену без гитары, с микрофоном. Аранжировку торопились, сделали, то есть собирался в Геленджике как раз с Олегом. Я у него еще спрашиваю, говорю, ты, это, ну, на сцене же надо как-то, ну, вести, артисты же, ну, двигаются, ну, там, что-то показывают, ну, то есть дополняют, да. Я говорю, это, а я же без гитары теперь, ну, вот это, а зажим плечевой, вот это встанешь и стоишь как столб. Вот. И он мне еще говорит, ну, ты по теме, как у тебя в песне, там, из трубы дымок там струится, ну, рукой там покажи. Ну, и мы потом это видео пересматривали, да, все смеялись, как я это демонстрировал, да. Вот. Жюри тоже это все видела, что я никакой не артист, и было видно, что я на этом зажиме, и, значит, но я ее хорошо спел, потому что своя песня, я, ну, просто ее спел, да. Но главное было то, что когда они пришли уже в помещение, где они обсуждали, кому, значит, в какой номинации, значит, чего дать, ну, в смысле, как наградить, вот, то вопрос этой песни и номинации у них стоял так, как мы можем не дать ему, короче, а за такую песню, ну, я автор был этой песни, само собой заявлялся как автор, вот. Я получил диплом первой степени. Ага. А на сцене до меня были, я самый последний выступал, на сцене были артисты, которые гнисинку закончили, уже 20 лет пели и танцевали по всему миру. И каждую вот это они прям декларировали всем своим, так сказать, телом, да, да. Вот. И для меня это была как раз обратная связь с Богом, да, то есть то, что утверждало меня перед самим собой, что я делаю то, что нужно, и мне это удается, вот. И это очень важно, потому что, то есть ты должен опереться на себя сначала, быть уверенным в том, что ты делаешь, да, и, а когда вокруг тебя куча всяких жанров, песен, авторов, там, и советчиков, и все эти говорят, ты это, ты оставь это. Ну, то есть мне говорили вообще, тут в Москву приехал еще в 15-м году, мне сказали, вы зачем вообще это делаете? Это вообще не ваше, вот это оставьте это, и не надо. Это кто говорил? Ну, я, разумеется, да, приехал в 15-м году не только в Геленджик, и поехал с песнями со своими, как и у меня уже на этот момент были под гитару, по, здесь много у нас клубов, значит, авторской песни, это я был у Костромина, у Александра Николаевича, вот. Ну, и там барды, бардовская среда, она специфическая, я думаю, вы знаете эту среду, ну, понимаете, о ком я вообще говорю. То есть люди с разными суждениями, значит, и они тоже, многие из них застряли еще, значит, изгиб гитары, вот, еще в той парадигме, и вот они до сих пор там находятся, и, по их мнению, значит, все должно в этих каких-то там, да, границах находиться, хотя очевидно, что если оставить это в том виде, в котором, ну, то есть нет перспективы, нет развития, тогда выходит, значит, человек не может двигаться вперед просто элементарно. Да, поэтому, поэтому вот такая внутренняя, значит, какая-то, и там же, на вот этих встречах бардовских мне тогда и сказали, ты бросил. Ну, в общем, вот этот весь раздел ты рассказал нам от песни Рождество просто, просто зависит. Хорошо, мы сейчас будем уже смотреть и слушать. Следующее «Вспомни обо мне» называется. Да. Андрей Курило, смотрим, слушаю. Вспомни обо мне, когда тоска наполнит грудь. Вспомни обо мне, когда свеча укажет путь. Ангелы с небес, ты, как всегда, была права, мерили на вес все наши чувства и слова. Быть или не быть, творил симфонию Шекспир. Быть или не быть, моей судьбы приватный флирт. Быстрая река, ты, как всегда, была права. До сытких берегов смешала чувства и слова. Каждому свое коварных чувств жестокий плен. Каждому свое, когда не встать уже с колен. Все белым бело, ты, как всегда, была права. Снегом занесло все наши чувства и слова. Вспомни обо мне, когда шумит в разгаре пир. Вспомни обо мне, во мне живет и шут и лир. Каждому свое, ты, как всегда, была права. Лопнувшей струной все наши чувства и слова. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Было или нет, твоя игра, коварный блеф. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Было или нет, держать удар от дамы древ. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Нет любви, так что ж, ты, как всегда, была права. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Все сплошная ложь, все наши чувства и слова. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Андрей, там, значит, продолжить я хотел по месту лишения свободы. Значит, занесло тебя туда, прости господи. А, значит, сколько времени ты там провел? Я вообще думаю, что началось, наверное, все писанино, то, что ты пишешь, все оттуда, наверное, началось? Нет, конечно. Началось все раньше. Просто это 95-й год был. Первый раз я попал в 99-м. Если посчитать, то это не один раз было. Да, это же имеет свойство продолжаться, когда люди попадают в систему. Система, она беспощадная, и люди выходят, часто очень не находят себя, значит, в этой жизни, да. А еще и у нас развал Советского Союза, и 90-е годы эта сумасшедшая турбулентность была для всех вообще людей, не только для, значит, люди с образованием, с высшими, на улице торговали, вы знаете, значит, сигаретами, чем попало, преступность и все прочее. Конечно, я попал в определенные, значит, ситуации, из-за которых пришлось, значит, потом... А потом оттуда трудно было, значит, выйти без каких-то вот этих, значит, оно тянет тебя обратно. Вот. Ну, в общем, в целом, наверное, 13 вот так вот, получается, лет это было. А сказать, что это потерянное время я не могу однозначно, потому что опыт определяет личность, в конце концов, если личность способна этот опыт реализовать для своего развития. То есть, да, и для меня это удивительно, конечно, то, что мне это удалось, тем более, что очень многие песни были в том числе написаны и там. Но он писать стал еще до этого, в 95-м году, первые свои какие-то вот стихотворения, песни были написаны раньше. Я поэтому и задал этот вопрос, чтобы мы сейчас с тобой сегодняшним разговаривали, но немножко оглянулись на прошлое. То есть, ты пережив там 13 лет лагерей, и вот сегодня ты сидишь сегодня перед как бы, ну, перед зрителем, и в общем, философские вещи такие выдаешь, и ты говоришь, непотерянное время. Но, тем не менее, как бы, я не знаю, он тебя жизнь не научила это или что, вот непотерянное время, все-таки это не маленький срок. Вот это, ладно, непотерянное время там год-три, но 13 лет это все-таки на самом деле серьезно. Ну, если говорить про серьезно, ну, то есть есть такие вещи, как образ жизни, да, вот изменить свой образ жизни, отношение к каким-то вещам, да, не всегда возможно, значит, только когда тебя, ну, там, ты заматерился и тебе по губам дали, и ты сразу, короче, забыл, как материться. Ну, не так это на самом деле, да. Для того, чтобы человек какие-то вещи осознал и изменил эту свою траекторию, да, и ему, безусловно, требуется время, вот. Всем его, ну, конечно, всем по-разному это, да, просто насколько ты вовлечен в этот образ жизни, в котором ты находишься. Вот, и чтобы мне это в себе изменить, нужно было и чтобы время изменилось. Это же колоссальное спрессованное время, оно стремительно менялось, картинка просто каждый день. Мы все эту турбулентность 90-х помним, что происходило у нас. Вот, и, а там время идет по-другому, потому что там вообще замирает, то есть люди выходят и потом не понимают той реальности, в которой они оказались. Нужно время опять, чтобы, значит, социализироваться с обществом, да, со скоростью, в которой он оказывается, этот человек. Поэтому я считаю, что мне это пошло на пользу, потому что переживания и внутренние страдания, которые человек испытывает в местах лишения свободы, они позволяют человеку стать более осознанным, да, если он вообще осознает, вот, то есть кто-то не осознает, кому-то это не нужно, они не за этим, да, а кто-то начинает эти вопросы задавать, да, и человек только сам способен перестать ругаться матом. То есть запретить себе изнутри, точно так же, как бросить курить, точно так же, как и все остальные в свои... Это человек должен, значит, научиться внутренней какой-то дисциплине, то есть какие-то качества в себе воспитать, да, а потом система, она же беспощадна, там, сильным людям вообще тут очень трудно выжить, да, сохранив облик человеческий, да, какую-то мораль и нравственность, потому что любая система, она затачивает человека под те условия, в которых это все происходит, вот, а это сильно угнетает всякую мораль и нравственность, потому что продиктованы это, значит, какой-то конъюнктурой, в которой вот люди находятся. Поэтому для меня это, конечно, был путь, да, потерянное время, я бы так сказал, в каких-то собственных, то есть с этим временем я потерял близких, родных, то есть у меня потери такие приличные были, ну, очень приличные, это и отец, и семья, и весь прошлый мир, вся прошлая жизнь, вся осталась за пределами, ну, то есть вот все это кончилось там. Поэтому, но вместе с этим я обрел вот ту новую свою осознанность, да, которая позволила мне заниматься творчеством и более как-то философски и глубоко рассматривать как раз эти внутренние искажения человеческие преображения, которые я, в принципе, демонстрирую в своих песнях. Ну, вот, в принципе, да, я вот поэтому задал вопрос, и я услышал то, что вот именно я хотел услышать, хороший ответ откровенный. И, знаешь, пару слов еще, Андрей, вот той молодежи сегодняшней, да, что бы ты им посоветовал вот на сегодняшний день? Вот зритель сегодня тебя слушает, ребята слушают. Ну, я бы, конечно, посоветовал им, во-первых, не создавать ситуации, которые вас туда приведут за этот забор, вот, ну, как-то осмысленно, значит, какие-то вещи в жизни в своей делать, вот. А что касается жанра и песни, да, в жанре, вот, именно мурку я не пишу, потому что те, кто знают изнутри систему, они... Там нет романтики никакой. Она отсутствует, там есть боль, кровь, пот и лагерная вонь. Вот что там есть. Говорю, вот оно, может, звучит очень неромантически как раз, но очень реально выглядит на самом деле. Поэтому, конечно, я бы посоветовал не попадать просто, стараться какие-то вещи в жизни осознать и... упаси Бог. Я бы хотел пересмотреть, если что-то не так. Ну, но от суммы и от тюрьмы никто не застрахован. Я говорю, что любой туда может попасть в разных ситуациях. Мы не знаем, как бывает в жизни. Вот. Но сохранять в себе облик человеческий, это, пожалуй, самое главное, что человек должен вообще делать в любых жизненных ситуациях. Хоть на войне, хоть в тюрьме, хоть в каких-то самых, значит, благополучных местах, да, не уподобляться. Поэтому это очень важно, вот. А я как автор просто стараюсь быть ответственным в своем творчестве, не пропагандировать романтику, в принципе, которой там нет. Там нет никакой романтики. Все, Андрей, я тебя услышал, а мы сейчас послушаем еще одну композицию. Значит, называется «Счастье мое». Андрей Курило. Смотрим, слушаем. «Счастье мое» «Счастье мое» «Счастье мое» Здесь в Алеппо Мула на молитве вещает, Распевает аят, прославляет Творца. Ну а рядом война, Пятый год не стихает, Боже, ты мой, ей не видно конца, Боже, ты мой, ей не видно конца. Где-то там, далеко, За Южным Уралом, Где родительский дом В Оренбургской глуши, С неба звезда На землю упала, Ты всё как есть, Про него расскажи. У разрушенных стен Древней Пальмиры Русский разведчик, Отдав свою жизнь Высоко в небесах, Начертал своё имя, Больно так как, Мама, только держись, Больно так как, Мама, только держись, Не смягчая судьбы, Своей покаянием Он выполнив долг, На Голгофу взошёл И растёт без отца Виолетта Фиалка. Счастье моё, Ты прости, что ушёл, Счастье моё. Счастье моё, Ты прости, что ушёл, На гранитной плите Сто грамм фронтовые, Крик журавлей, Улетающих ввысь, И звезда золотая Героя России, Ты за него, за него помолись, Ты за него, за него помолись. Ещё раз, Андрей, благодарю за откровенный разговор. Я хотел ещё что спросить, вот ты там упомянул, Что как бы раньше было это не очень популярно, Что в церковь ходили, нам не ходили. Ты пришёл к Богу, когда? Ну, это интимный вопрос, можешь отвечать, не отвечать. Ты пришёл к нему, к Богу, в конце концов? Что у тебя происходит в душе, и какие у тебя отношения? Такой тайны нету никакой, да, есть определённые. Ну, то есть вера вообще это вещь интимная, да, И как человек верит, на самом деле, Не стоит там по этому поводу сильно разговаривать. Ну, о себе могу сказать только что, Я всегда знал, что есть Бог. Вот с самого детства как-то так... Ну, первое, что я, во-первых, помню, В два года меня мама втайне, Папа был коммунист, дед герой войны, коммунист. Ну, то есть такая дисциплина была жёсткая. Отец ещё и парторг был. И мама втайне от отца отнесла меня в церковь И покрестила меня в два года. И первая память, что я помню, это из купели. Я вот это помню, значит, Лампады, золото, вот, крест, помню. Ну, вот первое, да, что... Вот это очень ярко у меня оно сохранилось. И это первая картинка, которую я вообще... Да куда я пытаюсь вспомнить? Что-то из детства это я вспоминаю. Вот, а путь, который человек проходит, Ну, безусловно, ты... Особенно молодёжь, вот мы сегодня говорили про ребят, Что им посоветовать. Мы все очень идеалистичны в начале пути своего, И мы бываем очень категоричны, Вот, или так, или вот так. И, конечно, на пути утверждения, Ну, то есть когда ты как личность формируешься И пытаешься утвердиться, Ты допускаешь очень много ошибок. И дерзость вот эта, которая, значит, На всех этапах лично моего вот этого становления, Это долго продолжалось. То есть против Бога. Ну, то есть что такое дерзость против Бога? Да, это вот, например, я адреналинщик жуткий был. Я там прыгал со всех мостов, тарзанок, Ну, где можно запилиться там куда-то, да, Там прыгнуть, вот особенно меня любил. То есть я с 27 метров со скал прыгал. Это очень высоко. Это девятиэтажный дом. Вот. А это же искушение такое. Ты же оттолкнулся от этой скалы. И это, может быть, последнее в твоей жизни. Так, я тебя еще раз сейчас перебью, Андрей. Хорошо, извини, что перебиваю. Но мы с тобой не поговорили о самом главном. Мы не поговорили о творчестве с тобой, понимаешь? Просто у нас с тобой идет исповедь такая. Это все хорошо. Давай о творчестве. Что для тебя шансон? Ты причисляешь себя к шансону? И что для тебя шансон? Для меня шансон... Ну, вот если говорить об эстетике шансона, то это Эдит Пиаф, Шарль Азнавур. Тот жанр шансона, который вот мы знаем, ну, просто еще из советского нашего, так сказать, детства. Этих людей уже просто сейчас нет. И культуры той уже нет. Да, которая в шансоне была. Даже в советском шансоне там мурка присутствовала. Но он был изысканный. Он не был таким, значит, мурчащим, так сказать. Да, бесполезно причем. Как это было на завершении. Вот конец двухтысячных. Вот это вот, короче, когда шоу-бизнес захватил просто весь формат. Стал трансформироваться в непонятные вот эти формы. Все скатилось в попсу, в гламурную. И перестал, жанр просто исчез. Сегодня шансон для тебя что? И ты себя причисляешь к шансону? Я, безусловно, себя причисляю к шансону. Шансон для меня это песня. И если говорить о культуре, эстетике, это... У нас есть примеры такие, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф. И наша вся лирическая культура в шансоне, я имею в виду, отечественная. У нас таких примеров тоже очень много. Ну, я имею в виду в жанре. Что сегодня? Ну, мне кажется, сегодняшний шансон надо возрождать. То есть надо привлекать как раз и молодежь в том числе. Потому что у нас очень много талантливых ребят. и просто им давать возможность. Ну, и должен быть разговор такой, как сегодня в студии. Потому что это на самом деле влияет на их мировоззрение, я уверен. Вот. И благодаря в том числе вашей программе, уверен, это возможно делать. Это очень важно. Иначе мы столкнемся уже с той самой парадигмой, которая все эти годы уже замучила нас. Ну, то есть вот я сейчас смотрю, и мне совершенно не нравится то, что я вижу. Ни на эстраде у нас, ни в шоу-бизнесе, ни в шансоне. Потому что единицы авторов, которые поддерживают жанр, которые, значит, сохраняют этот жанр еще. Но он уже, мне кажется, очень-очень слабо заявляет о себе. Ну, о чем смогли? И в следующий раз я, прежде чем тебя приглашать, я прям выберу две передачи, чтобы сразу с тобой сидеть, чтобы ты наговорился от души. Спасибо. Так что мы в одно не умещаемся. И вот давай про книги, расскажи, что это за книги. И будем, как бы, Андрей, прощаться. Я тебя еще раз благодарю за то, что ты пришел. Ну, это, значит, такой поэтический сборник. У нас в Петербурге живет мой хороший друг Нино Сабанадзе. Это золотое перо России. И у нее вот такой сборник поэтический. Роза Поэзе, это такая антология. Она собирает сюда авторов, поэтов, кто пишут стихи и песни. Здесь в этих двух сборниках по десять моих песен, которые звучат, которые написаны, я тебе их сейчас подпишу. И пусть это останется в твоем музее, значит, твоей нужной программы. Потому что песня и вообще честная песня, это действительно то, что сегодня отсутствует, ну, очень мало этого. И мне бы хотелось, чтобы эта честная песня звучала по-настоящему. Люди проживали какие-то вещи и давали нам тоже порадоваться, почувствовать, посопереживать. Хорошо. Андрей, пару слов на камеру. Я уже даже боюсь говорить, сколько ты там скажешь. Да, пару. Постараюсь. Ну, я рад, что я сегодня мог, значит, посотрясать воздух у вас в студии, значит, рассказать о себе. Вот. Хочу пожелать нашим зрителям, значит, здоровья крепкого, время сложное, мы живем, вот. Но надо нам всем быть вместе, и честная песня, она помогает нам объединяться сердцами, вот, дружить, обсуждать какие-то важные вещи и просто жить. Поэтому вообще песня нам строить и жить помогает. Все, Андрей, спасибо еще раз. Я тебя благодарю, что ты приехал. Что очень интересно рассказал, мы будем прощаться. Это была передача «Честная песня». Я ее ведущий Михаил Грубов. Слушайте хорошие, честные песни. У меня в гостях был Андрей Курило. Пока. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ангелы мои, хранители, покровители мои небесные, Часто жил я неубедительно. В образах своих тесных по земле бродил непрекаяно. Не смотрел на чужое мнение, справедливость искал отчаянно. Не просил ни за что прощения. Убегал от тяжести племени. От раздоптанной любви пьянствовал По течению реки времени. У истоков бытия странствовал. Был я слеп от ума берцкого. Не искал для души спасения. И у сердца моего гордого Было на все объяснение. ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте просто включим настроение. Давайте просто песни попоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова